Акиматы всех уровней, правоохранительные органы, медицина и образование. Это самые коррумпированные сферы в нашей области. Об этом рассказали сотрудники Департамента Национального бюро по противодействию коррупции. Они впервые провели День открытых дверей. Там побывала моя коллега Айгири Мукашева. Камеры и высокий забор – это здание филиала Национального бюро. Попасть сюда непросто, но сегодня сделали исключение для прессы и студентов. Впервые здесь проходит День открытых дверей. В контрольно-пропускном пункте проверка документов, а в дежурной части, на стенах – детские рисунки и карикатура о коррупции. С порога понятно, чем занимается ведомство. Созданы условия, где может работать следователь, присутствовать в обязательном порядке адвокат, установленный закон о порядке, и допрашивать задержанных. Решетка, стол и стулья – это комната для допросов. Здесь в своих коррупционных преступлениях сознавались взяточники. Кто-то попался на 10 тысячах, а кто-то воровал по-крупному. Наказание в любом случае неизбежно. Здесь располагаются, находятся следователи антикоррупционной службы, которые работают, допрашивают задержанных. Следователь Марат Мукамеджанов со студентами общий язык нашел быстро, ведь сам когда-то учился на юриста. Далее я пошел в МВД в качестве оперуполномоченного, проработал около года, далее перевелся в инкоррупционную службу в следствие в Курсанской области. В 2018 в конце перевелся в Петропавловск в Северо-Казахстанскую область, где последний день я работаю. Вопросы задают разные, но больше всего студентов волнует, сколько получает следователь за свой труд. Зарплата зависит от стажа. У Марата она 177 тысяч тенге. Посмотрение заявления и беспрепятственное оформление документов. Самые громкие коррупционные преступления Северного Казахстана, эксклюзивные кадры задержания и исповедь тех, кто нарушил закон. Работа здесь не скучная, рассказывают в Нацбюро. И, кстати, есть вакансия офицера оперативного управления. Студенты заинтересовались. Но больше всего привлекли внимание громкие дела. Среди них – экс-директора областного филиала проткорпорации Аманжола Янсингенова. С руководителем одного из ТОО он украл порядка 9 тысяч тонн зерна. Ущерб государству превысил 430 миллионов тенге. Однако штраф составил только 6 миллионов. В отношении них была избрана мера пресечения ареста. Пока они находились под арестом, продолжалось следствие. И в ходе следствия они погасили 437 миллионов тенге. То есть полностью возместили ущерб государству. И при вынесении приговора суд это учел. И поэтому с учетом погашения, отягчающих, смягчающих винов обстоятельств, суд принял решение. И Сингенову еще 6 миллионов тенге, и Жашкунову 4 миллионов. 2,6 триллиона тенге ежегодно столько взяток берут по всему миру. В нашей стране самые коррумпированные сферы, акиматы всех уровней, правоохранительные органы, медицина и образование. Айгири Макашу, Арсан Тлюжанов, Новости, МТРК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова